Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Я сам буду лично отправлять предложения в те клубы, которые вы мне посоветовали. Я уже некоторые выбрал, хорошие. Попросили меня в комментариях под прошлым видеороликом показать мои данные. Мои способности, всякие характеристики, статы. На паузу кому надо будет поставить. Писали также прокачать ему скорость, дриблинг, чтобы он был более плавным, удобным и поворотливым. Ребят, сейчас 37 дней осталось до моей тренировки. До конца сложных дальних ударов, как меня просили под одним из видеороликов. Сейчас я это прокачаю и уже в этом выпуске я ему вложу в дриблинг. Могу двушечку вложить и скорость. Скорость здесь и так нормально, мне кажется. Выносливаясь, я бы подкачал бы. Все такое. Ну и от вас я не увидел способности, которые мне нужно новые качать. Так что напишите обязательно под этим видеороликом в комментариях. И друзья, давайте пожалуйста подпишемся на мой канал. У нас сейчас на данный момент, когда записывают 380 подписчиков, давайте добьем до 400. Будет очень классно, мне очень приятно. Вам не сложно на самом деле. Я смотрю и вижу, что вы смотрите карьеру за игрока, вам это нравится. Поэтому давайте в том же темпе продолжать. Я ради вас делаю тем более карьеры за игрока недели именно. Первая была, сейчас у нас вторая. Может быть и третья, там я немножечко вам планку подниму. А то вы очень быстро ее набрали. Поэтому давайте, друзья, проявляем активность, пишем в комментариях. Я буду вам за это очень благодарен. Итак, сейчас у нас сразу же матч с дерби начинается. Спартак идет где-то там на шестой строчке. Но посмотрите, какая плотность таблицы. Если мы сейчас, к примеру, можем проиграть. Вот проиграет Зенит, Локомотив, Химки, Краснодар, Спартак. А Ростов выиграет какую-то игру. То Ростов сразу с седьмой строчки на вторую может скакнуть. Вот это вот очень интересно, конечно, что у нас сейчас такая плотность. Но мы будем ждать очной встречи против ЦСКА, чтобы и они потеряли очки. Может быть, они и потеряют в каких-нибудь других матчах. Но у нас сейчас выездная игра против Спартака. Вот такая вот у нас расстановка. Сегодня Малком на поле, тот немножко чуть левее к Дюбе. Мы с Дюбом нападением. Вон Соболев, мой земляк. Поэтому, ну а наш состав вы вот видите. Все, мы готовы. Поехали. Спартак принимает сегодня Санкт-Петербургский Зенит. Это дерби двух столиц. Самый жаркий матч. Самое жаркое противостояние чемпионата России. Мне кажется, многие матчи, там, дерби в Сеаруси даже. ЦСКА Спартак просто уходит на задний план. Потому что здесь именно битва двух столиц. Здесь москвичи всегда в футбольном плане не очень принимают петербуржцев. Поэтому сегодня Северная столица готова нанести удар по команде мясных. Мы готовы на самом деле. Мы сейчас идем на второй строчке. Нам нельзя терять ни в коем случае очки. Опасный момент. И это гол. Ну, конечно же, это гол. Ну, в подкрутке это Ларсон еще, да, наверное? Конечно же. И это 2-0. Просто. Ну, тут уже ладно. Что мы сейчас пропустили в концовке. Это еще и Ларсон дубль забил. Но. Какая разница, действительно. 1-0 или 2-0 проигрывать. Просто это для разницы голов, там, забитых и пропущенных. Ну, просто вот этот момент, что мы давили их. А они просто там два удара в створ у них пошло. И все. Вот это вот очень обидно. Ну, ладно. 4 у них удара. У нас вообще там по ударам это... Вы думаете, я сейчас жалуюсь и ною немного? Но нет. Здесь это серьезно так. У них просто два этих момента прошло. Вот эти удары в створ они и за штрафной там пробивали. Ладно. Ларсон там первый забил за штрафной. Ну, вот это вот. Ну, что это было? Это просто самый ужасный какой-то гол был. Ну, что ж. Теперь мы со второй строчки опустились на пятую. Теперь у нас вообще 7 очков отставания до ЦСКА. Круто. 8.2 рейтинг у нас все так же. Так, нам приходит сообщение. Мы сегодня еще и в старте на матч против Милана. Этот матч ничего уже как вроде не решает. Мы с вами поняли по прошлому выпуску. Нам надо просто отыграть достойно. Вот даже можно было весь ратируемый состав. Потому что, ну, серьезно. Нам любой результат. И мы в плей-офф, правда, со второй строчки. Потому что уже не догоним Милан. Вот такой состав выпускают Шамкина, Сдоева. Ну, правильно, правильно. Ну, Лепусь. Даже Адаевский на скамейке запасных пойдет. Но мы с Зюбой в нападении. Поехали. Итак, мы приезжаем в Италию. Это наш первый выездной матч в чемпионат Италии. Можно так сказать. Стальон Сан-Сиро. Джузеппе Миаце. Как хотите, называйте. Но вроде как теперь Милан и Интер неофициально лицензированы. В Pro Evolution. Здесь только полная лицензия у Ромы. И еще у кого-то. Вот я не помню вот вторую команду. Ну, что же. Мы готовы. Лига чемпионов. Милан принимает Зенит. Самые, мне кажется, безумные болельщики в Италии. Это у Милана и Интера. Но вот именно в этом стадионе. Может быть, и у Наполи. Златан выходит вместо Рэбича. Спокойно. Приняли. Отдали. Артем. Удар! Это голевая передача в Лиге чемпионов. Артем Дзюба что сейчас вообще сделал, а? 62-ая минута. И это гол Артема Дзюбы. И без разницы, что сейчас вышел Златан Абрагимов. Без разницы. Мы отдали голевую на Дзюбу. И вот это атака. И за штрафную, как в самую девятку под перекладину вколотил. Просто мощный удар. Минимальная победа. Зенита над Миланом. Победа ничего не решает. Просто лично для нас. Что мы обыграли Милан. Дали голевую на Артема Дзюбу. И все. У нас два удара. Два в створ. Один гол. Дзюба лучший игрок. У меня оценка 7-0. Итак. Селтик обыграл минимально Йонг Бойс. И это им лично так немножко позволило выйти в Лигу Европы. Мы выходим со второй строчки. И давайте посмотрим на все результаты. Будем также смотреть на команды, которые заняли первую строчку. И будем немножко так предугадывать, с кем мы можем сыграть. ПСЖ. Здесь сразу, мне кажется, вылетим. Ну, кстати, вот ПСЖ и Ливерпуль набрали одинаковое количество очков, как и АЕК Спортинг. Поэтому здесь обидно за Спортинг, что они вылетели именно по разнице забитых и пропущенных. Но наш первый возможный соперник – это ПСЖ. Бенфика. Вот этот вариант я бы неплохо бы рассмотрел. Локомотив мой вылетел с четвертой строчки. Одна победа всего лишь. Ну, к сожалению, здесь они не могли побороться за Лигу Европы. Одно очко всего лишь для Олимпиакоса. Наполи тоже интересная команда. Можно на самом деле побороться. Атлетика Мадрид тяжелая. Тяжелая команда. Ну, тоже можно. Можно со всеми бороться. Но главное вот не пропускать. Тоттенхэм. Ну, здесь мы вряд ли, потому что я уже играл против Тоттенхэма. Это сильная команда. Вот. Что аж забило нам даже в дополнительное время с Локу. Аякс. Вот это хорошая команда. Реал отправляется в Лигу Европы. Реализм на полную катушку. Ювентус. Ну и все. Так что мне самому сейчас будет интересно, с кем мы сыграем. 82-й рейтинг. Так у меня и остается. Итак. Ну, у нас сейчас игра против Краснодара. Который прям рядом с нами. Все-таки эта битва сейчас будет за 6 очков, как говорится. А дальше у нас как раз игра против ЦСКА. Сейчас у нас 7 очков, ребят. Надо, надо обыгрывать всех. И не терять вообще очки больше в чемпионате России. И с Азмуном мы выходим. Вот так вот выглядит расстановка. Там у них Сафонов. Посмотрим. Вроде как я Краснодару не помню, забивал там или нет. У них вот Смольников, естественно. В нападении, что ли? Да. В ППЗ. Ну, это его родная вроде как позиция. Право весь фланг может на нем играть. Поэтому поехали. Итак, Зенит-Краснодар. Очень интересный матч сегодня будет. Потому что пятая строчка играет против шестой. Действительно, сейчас будет очень интересно посмотреть на именно Краснодар. Потому что они приехали в гости, во-первых. У них на 1 очко меньше в турнирной таблице. Ну, а вот сейчас можем, можем постараться, если нас не заменят. Янг там вместо меня, да, меня меняют. Но я на самом деле не против сейчас. Потому что я верю, что мы должны выиграть. И все. Естественно, у нас опять ничья. Опять 0-0. То есть я вообще, ну, просто вот не понимаю. С Локом мы хотя бы хоть что-то выигрывали в чемпионате России. Перейдя в Зенит, мы просто не можем ни одного момента никакого создать. У нас очень часто мы больше всех играем в ничью. ЦСКА Фолубу теряет очки. Вот. У нас теперь 6 очков отставания до ЦСКА. Надо было побеждать сейчас. Но Локом их обыграли 2-0 дома. 8-2 рейтинг. Все так же у нас. Ну вот и сейчас игра против ЦСКА. Правда, на выезде. И очень нужно нам сейчас обыгрывать. Потому что 6 очков отставания до ЦСКА. 6. Мы двухкратные, ну, точнее, не двухкратные обладатели подряд. В нашей карьере мы с Дюбой в нападение. Отлично будем начать навешивать. На воротах 72 рейтинг. Поэтому я думаю, у нас получится. Тем более, я вроде как ЦСКА даже забивал за Локомотив в Кубке России. Вроде это было. Да и в чемпионате потом тоже в дерби я забивал. Поэтому я верю, что мы сможем обыграть. Поехали. Снова, можно сказать, дерби двух столиц. ЦСКА против Зенита. Посмотрим. Посмотрим. На этом стадионе я вроде как забивал за, правда, Локомотив. Но ничего. Сегодня мы с Дюбой в нападении. Поэтому навесы должны у него сегодня проходить. И это гол. Вот так вот подкараулили и забили. 51-ая минута. Забиваем. Ну, будем говорить, что это дерби. Но действительно, это очень важный матч. Это прям противостояние такое. Тем более сейчас, когда ЦСКА на первой строчке. И шикарно. Главное, что не отбил. Супер. Супер, супер, супер. Мы еще и забили сегодня. Вроде первый гол в выпуске. Все. Минимальная победа. Мы приносим Зениту очки в очень важном матче. Ловрен здесь просто сейчас как будто чемпионат России выиграл. Очередной для себя. Но это очень важно. Ни одного удара в створ даже не пришлось. От ЦСКА мы победили. Мы лучшие игроки матча. Всем спасибо большое за поддержку. Мы выиграли. Лока потерял очки. Краснодар выиграл. Спартак выиграл. Я там не знаю, кто еще там прям на ходу. Вот. Да. Надо, чтобы Спартак теперь и Локомотив проигрывал. У нас три очка до ЦСКА. Вот это вот поражение от Спартака было очень зря на самом деле. Что 2-0 лишь проиграли. Так. Ну, у нас сейчас идут награждения. Лучший футболист Азии. Там. Ну, это Халк. На сути. Неожиданно. Вот. Что там по новостям там есть. Меня показывают, да. И мы, кстати, 16-й клуб в мире. Ну, в Европе там. Либо мир. Я не помню. По рейтингу как там. Смотрится так. Южная Америка. Ну, здесь, наверное, Даниалвес будет. Посмотрим. А Нгонга. В общем, наверное, какой-нибудь Реген. Вот. Все. Это единственная новость. Главное. Ну, и все. У нас открываются зимнее трансферное окно. Сейчас Зенит будет, я надеюсь, укрепляться к Лиге Чемпионов. Буду в это, буду в это на самом деле верить. Потому что мы должны, мы должны себя показать. Почему бы и нет. Желаемый номер. Да, у меня и так нормальный вроде. Так. 8-2 рейтинг так и остался. Поэтому мы переводим время до матча с Рубином. Приходит сообщение. Мы сегодня, естественно, в старте. Давайте все-таки тоже посмотрим. Уже, наверное, известно про Лигу Чемпионов. Лигу Европы. Там вообще я люблю... Да. Так. Не сюда зашел. Вот, наверное, плей-офф. Так. Плей-офф смотрим. Сразу же наш соперник. И это Аякс. Ну, это супер, ребят. Если мы пройдем Аякс, мы должны будем. Мы должны будем проходить Аякс. Это прям 100%. Любой другой результат. Ну, это просто нам в минус пойдет. Самый легкий соперник, который занял первую строчку. Вот. Это Аякс. В Бенфика нам могли попасться. Так что я доволен на самом деле. Я доволен. Вот другие матчи вы тоже видите на своих экранах. Не будем на них зацикливаться. Я бы посмотрел сейчас Лигу Европы. Так. Брюги Виллериал. Помоликау. Марсель. Челси Пау. Краснодар. Здесь прям много. Пять очков не хотело до второй строчки. Интер Лейпциг. Лестер Фейннорд. Валенсия Генг. Байерфнер Бахче. Армения Риал Бетис. Рома Ли. Юнайтед Спартак. Киеву немного не повезло. Севиль Мидлэнд. Спортинг Брага. Тамбов. Здесь тоже прям серьезно. Семь очков не хватило. Все. И сейчас мы смотрим раунд. Плей-офф. Так. 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 Здесь российского нет. Спартак. Лестер. И все вроде, да? Единственный клуб это Спартак. Это нас будет представить Лигу Европы. Походу, да. Ну вот прям вывески такие. Фейннорд Манчестер. Можно было бы посмотреть. Лейпциг Севилья. Мощный будет матч. Виллериал Рома. Прям такой середнячок. Марсель Байер. Тоже классная пара. Челси Генг. Такое себе. Лилериал. Вот тоже интересно. Лацио Валенсия. Шахтер Селтик. Можно будет тоже интересно глянуть на результат. И Леон против Браги. Ну что же. Сейчас у нас игра против Рубина. Играем мы дома. Рубин идет на 10 строчке. Мы сегодня с Азмуном. Так что навесы немножко по себе придержим. С Ерохиным также можно сыграться. Миньёлия на воротах. Поехали. Итак. Зенит против Рубина. Матч в котором мы должны побеждать. Мы обыграли все-таки ЦСКА. Поэтому это уже многое значит. Либо ЦСКА там сбавляет ход. Но я не хочу. Чтобы например тот же Спартак. Которым мы 2-0 проиграли. Стали чемпионом. Но это будет очень странно. Что я с Лока даже не смог выиграть. За 2 сезона. Взял вторые места. Меня естественно меняют. Сейчас мы посмотрим. Рубину то мы можем забить ребят. Рубину. И все. Естественно 0-0. Кто бы сомневался. Опять из вот таких вот всяких матчей. В FIFA 20. У нас был бак с тем что мы не могли серию пенальти ни разу выиграть. И там стать чемпионом. Ну потому что постоянно вот это все проваливалось. Но получилось им все равно стать. Многократными чемпионами стран в которых мы играли. Вот. Номера вот эти все. Но сейчас ладно. Локомотив проигрывает. Хинки обыгрывает ЦСКА. Ну вот здесь вот вы посмотрите. Мы должны были набирать очки. Спартак теряет там. И мы на пятой строчке. Нас Хинки уже даже обогнали. Ребята 2 очка до Спартака и до ЦСКА. Надо было сейчас выигрывать и просто сравниваться с ними. Вот просто обидно. И вот он снова этот матч. Пару Семенхенгладба хотела меня там что-то подписать. Но не суть. Как вы знаете мы попросили вас освоить навык. Которым вы по моим данным уже обладаете. Сложный табл. Так все значит. Мы прокачали сложные удары. Уже отработан. Все значит. Я забираю свои вот эти вот очки. Дриблинг 4. Что же там еще. Скорость. Да вот так вот. Можно вообще все вложить. Так не в защиту. Вот сюда. Куда? В защиту мне вообще не нужна. Вот. Дриблинг и скорость. Давайте просто на это посмотрим. И сейчас играем против Локомотива. Они идут на седьмой строчке. Но это тоже команда серьезная. Мы в двух матчах в основном время с ними сыграли в ничью. Мы играем с Дюбой. Поэтому навесики сейчас должны проходить. Смола в нападении. Посмотрим. Поехали. Итак. Зенит против Локомотива. Теперь мы уже приезжаем на домашний этот стадион. Надеюсь теперь поддержка болельщиков должна проявиться. Потому что прошлые две игры в суперкубке и в чемпионате у нас закончились в ничью. К сожалению. И меня естественно меняет. Ерухин уходит вместо Шамкина. Меня наверное там Азмун поменял. Да. И все. Кто бы сомневался, что опять будет ничья у нас 0-0. ЦСКА выиграли. Спартак выиграли. Я вообще не понимаю, что это сейчас. Пятая снова строчка. Четыре очка до теперь уже Спартака получается. 8.3 рейтинг у меня. Повысился потихонечку. Но неплохо. Снова у нас игра. И это последняя игра на выпуск. Против Ростова. Сейчас они идут рядом с нами. Но естественно все мы результат матча уже знаем. Так. Состав Ростова вы видите на своих экранах. Вот наш состав. Прям самый боевой. У меня 83 рейтинг уже. Поехали. Итак. Ростов против Зенита. Последняя игра в сегодняшнем у нас выпуске. И пока что у нас вроде как один гол, одна голевая за эти все матчи. Это очень все обидно. Обыграли ЦСКА. Но не можем обыграть условный Рубин, там Краснодар. Ростов сейчас еще наверное... Ну это жесть. И на Ерохина. И гол. Это гол. Это моя голевая. Две голевые мы уже за выпуск отдали. И вот на Саню Ерохина, моего земляка, мы отдаем голевую. И Саня забивает в своей бывшей команде. Но не суть. Главное, что у нас получилось выйти. И под концовочку сейчас мы можем залететь. Получаем мяч. Быстро, быстро, быстро. На Дюбу. И Дюба еще забивает. Две мои голевые. 73 минуты. Я просто сейчас пас отдавал. Думал, Дюба в стеночку там отыграется. Но нет. Решил сам и забивает. Это две мои голевые. Ну что тут? Ассистентами заделались? Просто супер, а? Два ассиста за матч. У меня вообще вроде ни разу такого не было. Уверенная победа на выезде. 2-0. Две мои голевые передачи. Две. Ерохин и Дюба забивают. Два удара в створ. Два гола. Вот сейчас покажу. Хорев. Хорев отдал две голевые. Дюба еще и стал лучшим игроком. Но вот наши прям троицы. Ерохин и Дюба Хорев сегодня по оценке 7.5 получили. Но вообще я должен был встать. Потому что у меня все-таки два ассиста. А у Дюба один гол. Неравноправно. Локомотив проигрывает. Так. Спартак выигрывает. Краснодар выигрывает. ССК выигрывает. И что у нас сейчас там? А мы все так же на пятый. Все так же на пятый. Четыре очка. Замечательно. 83-й рейтинг у меня. Могу сейчас вам показать статы. Под конец, так сказать. Вот такие вот дела. Ну, здесь вот навык, когда только появились сложные дальние удары. Пишите в комментариях. Мне обязательно будет и очень интересно, и нужно. прочитать то, какие навыки стоят еще мне дальше качать. Потому что нужно продвигать нашего футболиста дальше. Переводим время. И у нас будет следующий матч с Химками. С него мы начнем следующий выпуск. Ну, а пока, друзья. Всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал обязательно. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы у нас, которые выходят по выходным. С вами был Андрей, канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok